Пресс-тур по березитовому руднику начался с обязательного инструктажа по технике безопасности. Этому вопросу здесь уделяется особое внимание. Как вести себя на том или ином объекте, спускаться и подниматься по лестницам? Куда можно ходить, а куда нет? В карьере или шахте сигнальные таблички с правилами можно увидеть на каждом шагу. Безопасность сотрудников – это важная часть стратегии компании. Чтобы наши работники, скажем так, при выполнении своих должностных обязанностей были живы и здоровы, то есть, соответственно, первый приоритет – это безопасность и соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности в наших объектах. Критерии техники безопасности на Березитовом самые высокие. Это подтверждают регулярные проверки Ростехнадзора, которые проходят здесь несколько раз в год. В месте, где, кажется, до облаков можно достать рукой, в глухой Тындинской тайге Амурской области и работает Березитовый рудник. Сегодня золотоносная руда здесь добывается двумя способами – открытым и подземным. В обоих случаях процесс добычи золота крайне трудоемкий, ведь добывают породу из скалы, твердость которой не уступает граниту. Сейчас мы находимся на смотровой площадке, северная часть карьера. Мы видим отсюда производство вскрышных работ по горизонту 720-му двумя комплексами. На данный момент здесь идет подготовка запасов до руды порядка 100 метров вниз. Сейчас на карьере идут так называемые вскрышные работы. Основная масса золотоносной руды здесь была добыта в прошлые годы. Сейчас горняки готовят плацдарм на будущее. Метр за метром снимают слои пустой породы. Такая разноска бортов карьера нужна для того, чтобы добраться до золотоносных горизонтов. Конечно, если бы не было никакой выгоды, мы бы здесь не работали. В любом случае, несмотря на то, что коэффициент с крышей большой, такие затраты мы несем порядка полтора года, мы скрываемся. Но, тем не менее, перспектива есть, запасы есть. То есть, месторождение планируется отработать за следующие два года и добыть еще порядка четырех тонн золота. Это практически самое основание березитового карьера. Туда, где находятся грунтовые воды, по технике безопасности уже подходить нельзя. Глубина карьера составляет 450 метров. В это сложно даже поверить, на какие свершения готовы люди ради двух граммов золота. А именно столько драгоценного металла здесь добывают с одной тонны золотоносной руды. Однако, если посчитать ежедневный объем добываемой руды, количество техники и ее тонажность, то получается, что содержание даже такого количества благородного металла в породе для золотодобытчиков выгодно. «Беллазы» у нас в основном это 55-ки, то есть каты 55-тонные, соответственно, 50 грузоподъемных 55 тонн. 55 тонн руды с содержанием 2 грамма. 2 грамма? 2 грамма на тонну. Да. Карьер на Березитовом – это уникальная система, где все рассчитано до мелочей. Глубина, ширина, направление склонов. Конструкция, словно живой организм, постоянно растет и углубляется вниз. В этом процессе важно следить за уже отработанными зонами. Ведь не исключены сходы породы, особенно весной, когда почву размывают грунтовые воды. Здесь по карьеру имеются тектонические зоны, зоны смятия, повышенная трещина ватта, для того, чтобы его укрепить. То есть основная опасность – это во время межсезонья, когда идет оттайка, от перепада температур порода начинает отслаиваться, ну и падает под собственный вес вниз. За движением породы в карьере следит специальное оборудование. Вот этот радар круглосуточно мониторит состояние потенциально опасных склонов. Это еще раз подтверждает, какие высокие требования здесь предъявляются к технике безопасности. Это позволяет нам своевременно отслеживать любые подвижения, ну и в случае опасности вывести тех людей в кратчайшую сторону. Сегодня карьер березитового рудника не дает золотоносной породы. Ценную руду планируют получать только в будущем году. Для этого здесь ведутся большие подготовительные работы. Карьер у нас продолжает вскрышные работы по центральной и по северной зоне. Мы порядка 520-530 тысяч кубов ежемесячно добываем горной массой из карьера. И это позволит нам начать уже добычу руды из карьера в следующем году. Сейчас в планах добывать руду к концу первого квартала 2020 года, именно с карьера и именно с центральной рудной зоной. Два года назад на руднике приступили к работе над проектом подземной добычи. С тех пор горняки сделали, казалось бы, невозможное. Прорубили в скале так называемый наклонно-транспортный съезд глубиной сотни метров. На сегодняшний день у нас построена главная вентиляционная установка, здание административной бытовой здания, потом ремонтный цех построенный, очистные сооружения построили. Что касается именно подземки, прошли два наклона транспортного съезда. Один транспортный номер, первый номер, первый транспортный съезд, это у нас доставка горной массы, именно по нему осуществляется. По второму это у нас является запасным выходом, также по нему подается свежая струя. Для подземных работ на руднике закупили специализированную технику. Буровые установки, погрузочные машины, подземные автосамосвалы и даже автобусы, которые доставляют горняков под землю. Шахта представляет собой два наклонных спуска и внутреннюю спираль, которая уходит вниз. Здесь сейчас осуществляется опытно-промышленная добыча ценной породы. Объект относится ко второй категории опасности, поэтому спускаются сюда только подготовленные люди с соблюдением всех мер безопасности. Для того, чтобы попасть внутрь шахты, необходимо соблюсти несколько обязательных условий. Во-первых, это наличие вот такой спецодежды со специальными светлыми. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан